После нескольких циклонов, принесших Магадану обильные снегопады с дождями, прошло уже две недели. И если с очисткой автомобильных дорог коммунальщики справляется достаточно быстро, то обледенелые тротуары и скользкие дворы в областном центре приходят в должное состояние очень медленно. Это неизбежно приводит к росту травматизма и становится предпосылкой к чрезвычайной ситуации. Острота данной городской проблемы стала основанием для созыва мэра Магадана заседания комиссии по чрезвычайным ситуациям. Обращением для медицинской помощи в детские и взрослые травмпункты в период с 11 ноября по 24 ноября зафиксировано 105 обращений с уличными травмами. Это 45 детей и 60 взрослых. Ситуация усугубляется и тем, что во взрослом травмпункте не работает основное для этого медучреждение оборудования. «Еще мы встретились с такой большой проблемой. В травмпункте сломан рентген-аппарат, заменит его не раньше, чем к Новому году на Новый. И пациенты вынуждены проходить из травмпункта в рабочий ближайший рентген-кабинет, который находится в первой поликлинике. Не обеспечены машины, потому что для этих средств не выделены средства для транспортировки». Дворовые территории в основном зона ответственности управляющих компаний. По информации руководителя департамента ЖКХ мэрии Магадана Анатолия Худинина, ими после циклона в городе расчищено 480 адресов. Но, как выяснилось в ходе заседания комиссии, большинству управляющих компаний не хватает спецтехники для срезания ледового покрытия. Глава города распорядился составить подворовый план расчистки на субботу, воскресенье и понедельник с привлечением коммунальной техники КЗХ и ГЭЛУДА. «Мы берем завтра, допустим, набережную там от 71-го до 75-го дома. Кто в этом дворе задействован? КЗХ, ГЭЛУД на междворовом проезде, управляющая компания 31-го квартала, управляющая компания РЭУ-6. И вы должны собрать их все воедино и, возможно, добавить еще какую-то технику, для того, чтобы эту работу комплексно закончить. Поэтому, Анатолий Николаевич, время 17 часов. До 17 часов, запишите в протокол, должен быть график по квартальной зачистке». Глава города также распорядился сделать ближайшие выходные рабочими днями у КЗХ и ГЭЛУДА. Руководители управляющих компаний также доложили о проделанной работе и сложностях, с которыми они сталкиваются при расчистке. «Я так думаю, что мы достигли все компании какого-то должного результата. Это однозначно. Вот ведь самое главное, вот мы часть домов все снимали, когда была каша. Часть домов ушла уже, когда наступила отрицательная температура. Но сегодня, вот я даже не могу сказать, где стало лучше. Или там, где мы убрали кашу, там сегодня тоненький ледок с небольшими такими, знаете, выбоинными, с какими-то лишишками. То есть, получается, вот туда реально никто не сдерет вот этот тонкий ледок. Туда нужна подсыпка. Нужна подсыпка». Олег Дудник, Александр Фещенко. Специально для Вечернего Магадана. Методы поиска полезных ископаемых применяются на Колыме, непрерывно развиваются и совершенствуются. Отечественная наука на стыке смежных отраслей предлагает новую технологию геологоразведки – георадиолокации. «На основе той технологии, которая развивалась из Миран в свое время, позволяют проводить зондирование, электромагнитное зондирование почвы в радиолокационном режиме на глубину до 500 метров». По словам ученого, это по-настоящему прорывная технология, имеющая огромные перспективы внедрения в золотодобывающие отрасли Магаданской области. Работами по продвижению и внедрению нового научного метода занимается группа компаний «Инэнерджи», ведущий интегратор инновационных решений в различных направлениях. «Георадиолокация позволяет значительно снизить расходы на геологоразведку. Примерно сокращается не меньше чем на 80% количество скважин, которые необходимо пробурить. Потому что если сравнить с обычными методами, то геологоразведка намного эффективнее. Во-первых, быстрее. То есть это можно сделать за несколько месяцев, то, что делается годами. Это первый фактор. Второй фактор – дешевизна, потому что мы сокращаем количество бурения, и геолог знает уже, где надо пробурить, для того, чтобы подтвердить запасы или разведать какие-то аномалии, понять». В регион инноваторов пригласила магаданская компания «Арбуз», известная на Колыме и за ее пределами своим инновационным изобретением. Пикеты экстренной связи – это автономные комплексы мобильной связи и спасения в чрезвычайных ситуациях, расположенные вдоль Колымской трассы, на участках без покрытия сотовыми операторами. «Компания «Арбуз» выступила инициатором по приглашению наших коллег из Академии наук и из компании «Инэнержи», для того, чтобы представить такой инновационный продукт, разработку геосканера ЛАЗА, который бы облегчил жизнь нашим геологам и нашим золотопромышленникам». В зале центра «Мой бизнес» представители геологоразведки Колымы лично познакомились с автором инновационного научного метода, обсудили нюансы его возможного применения и установили прямые деловые контакты. Когда и как геосканер ЛАЗА будет работать в Магаданской области, покажет ближайшее будущее. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В этот раз в конкурсе состязались четыре девушки. Они представили свои визитные карточки, исполнили национальный танец, а также соревновались в мастерстве художественного слова. Оценивали выступления девушек, лингвисты, старейшины, руководители творческих коллективов, представители мэрии Магадана. Девушки, я хочу сказать, что вы очень смелые, вы молодцы. И вот на протяжении многих лет, я уже говорю, что мы как бы там решаем конкурсы, каждый раз, вот видите, в этом начале собираемся, и ни один конкурс менять не хочется. У нас, на самом деле, визитная карточка. Посмотрите, как девушки рассказывают о своих корнях, да, о том, откуда они, о своих бабушке, дедушке. Посмотрите, как они танцуют прекрасно. Ведь каждое движение – это определенный жест, плак, красота. И тоже что-то значит. Две конкурсантки набрали равное количество баллов, однако победительницей стала Светлана Эчгивантын из Ивенска. Так что же повлияло на выбор членов жюри? Наверное, действительно, то, что этот ребенок приехал издалека и очень старалась. Наверное, поэтому, знаете, здесь на чаше весов был и мой ребенок, который шел прям вровень этой девочки. Я желаю, да, я просто знаю, что у нашей Тани еще все впереди, и она победит, и не раз, и она сама прекрасна. Светлана Эчгивантыр! Светлана получает память в виде диплом и сертификат на сумму 50 тысяч рублей. Победительница получила сертификат на 50 тысяч рублей. После подведения итогов всем девушкам вручили подарки и призы. Организатор конкурса – мэрия Магадана, социальный партнер, акционерное общество «Полиметалл». За последние несколько недель погода в Магадане была переменчива. Температура воздуха после аномального тепла резко начала падать. Так какая же погода ожидает нас на этих выходных, мы узнали у жителей города. В субботу, 27 ноября в Магадане без усадков. Температура воздуха днем от 14 до 16 градусов. Ветер северный до 3 метров в секунду. Атмосферное давление в пределах нормы 747 миллиметров артутного столба. В воскресенье 28 ноября в Магадане без усадков. Температура воздуха днем от 11 до 14 градусов мороза. Ветер северный до 3 метров в секунду. Атмосферное давление в пределах нормы 745 миллиметров артутного столба. Атмосферное давление в Магадане без усадков.